Почувствовать себя туристом в родном городе можно с сегодняшнего дня. По Самаре начал курсировать автобус «Кабриолет». Каждые два часа машина с открытым на все 360 градусов обзором выдвигается от остановки «Речной вокзал» и начинает свой маршрут. Мы максимально выбрали эти остановки, этот маршрут, историю, чтобы захватить историю в первую очередь, и новую Самару. То есть такой маршрут очень интересный. Мы начинаем немножко снова по маршруту, а потом заканчиваем в старый, заезжаем уже в старый. На пути туристов ожидает 7 остановок. Приобретенный билет действует на протяжении всего дня. Можно выйти погулять, а потом сесть на второй круг автобуса. А я сяду в «Кабриолет» и уеду не куда-нибудь, а на экскурсию по историческому центру Самары. Всего полтора часа из современного мегаполиса мы переносимся в купеческий город на берегу Волги. Это точно автобус, а не машина времени. Сопровождает туристов пути аудиогид. Текст переведен на 8 языков. Их выбирали исходя из статистики, судя по которой самыми частыми гостями Самарской губернии в 2020 году стали китайцы. На втором месте оказались европейцы, англичане, немцы и испанцы. И замыкают тройку лидеров туристов из стран арабского мира. Путешественников в Самарской области в прошлом году стало больше на 6%. В цифрах это почти полтора миллиона человек. Правда, в 2020-м приезжали в основном жители других российских городов. Большую роль здесь сыграла пандемия и закрытие границ. Самара с ее курортным побережьем Волги стала привлекательней для отдыхающих. Вырос и объем их трат на 30%. Гости города за 2020 год оставили здесь более 8 миллиардов рублей. Условия для привлечения путешественников создавались и региональным министерством. Отрасль, несмотря на этот сложный вызов, успела трансформироваться и создать те самые уникальные предложения для туристов, которые выбрали в качестве своих путешествий нашу родину. Создавались специальные тарифы на проживание в гостиницах и акции. И как итог, туристы стали не только чаще приезжать в Самару, но и жить здесь дольше. В среднем гости задерживаются в регионе на неделю. В этом году в Самаре готовят еще больше сюрпризов для туристов. Часть из них горожане уже успели заметить. Это прокат самокатов, которые в планах оснастить аудиогидами, благоустроить маршрут в горе Светелка и открыть второе направление на подходе к горе Стрельное. Этим летом Самара открывает свои границы, оправдывая свое звание города-курорта. Мария Ильевна, Николай Сидоров, События.